Оксана Юрьевна, Вы возглавили службу корпоративной культуры и социальных отношений совсем недавно. Расскажите немного о себе, как строилась Ваша карьера, чем увлекаетесь и какие планы в рамках новой должности. В 2011 году я устроилась на Новосибирский электродный завод секретарем руководителя. В 2016 году у нас образовался корпоративный отдел, куда меня судьба и привела. Работала я специалистом, сразу поняла, что это моя работа, что это моя стихия. В 2016 году уже образовалась служба корпоративной культуры, и я перешла на ведущего специалиста. А в 2017 году, с ноября месяца, меня назначили начальником службы корпоративного отдела. У нас очень много добрых традиций на электродном заводе, которые мы поддерживаем. Также мы постараемся что-то внести новое. Какие значимые мероприятия были проведены в этом году и какие инициативы будут продолжены в 2018? Один из самых значимых социальных проектов, реализованных в 2017 году, это оказание шерсткой помощи муниципальным организациям и общественным организациям нашего рабочего поселка, ну и включая Скитимский район. Проект еще стартовал в 2016 году, когда его поддержали. Каждое подразделение нашего предприятия взяло на себя подшефную организацию. В список подшефных организаций попали детские сады, школы рабочего поселка Оленева и общественные организации по району. Также один из значимых проектов, реализованных в 2017 году, это открытие нашего музея Новосибирского электродного завода. Открытие состоялось 20 июля. Сам проект длился в течение двух лет. То есть это ремонт помещения, сбор экспонатов. Ну и наконец-то мечта всех наших работников завода осуществилась. Музей открыли. Развитие этого уникального объекта продолжается и будет продолжаться в последующие годы. В музее в неделю посещают 2-3 группы. К нам приезжают дети, ученики школ, также это различные делегации. Также будет продолжена традиция проведения спартакиады на кубок управляющего директора. Эта традиция у нас возникла в 2015 году. Охотно поддерживается работниками, все с удовольствием идут, участвуют и получают удовольствие. Очень ярким и запоминающим событием 2017 года это стал конкурс красоты. Мы дали нашим девочкам возможность проявить себя, показать себя на сцене. Какая социальная работа ведется на Новезе? На сегодняшний день у нас созданы две самостоятельные организации со своими уставами, со своими председателями. Это Совет ветеранов Новосибирского электродного завода и Союз молодежи Новосибирского электродного завода. Союз молодежи сегодня практически вовлечен во все социально значимые проекты. Это начиная с как участия в спортивных мероприятиях, так же участия в научных практических конференциях, так же они занимаются волонтерством. Наша главная задача дать молодежи проявить себя. Главная задача сегодняшнего дня, что касаемо Совета ветеранов Новосибирского электродного завода, это наладить взаимосвязь со старшим поколением. Оксана Юрьевна, до всеми любимого праздника Нового года остался всего месяц. Какие праздничные мероприятия пройдут в декабре и какие на новогодних каникулах? В декабре состоится одно очень интересное мероприятие. Раньше оно у нас не проводилось. Это конкурс «Голосок». Пройдет оно у нас 16 декабря в клубе. Ребятишки сотрудников нашего завода подавали заявки. И вот 16 декабря они покажут нам свои вокальные таланты. Также 16 декабря будет награждение конкурса «Елочные игрушки». Из года в год у нас этот конкурс проходит. С удовольствием сотрудники и дети сотрудников принимают участие в этом конкурсе. К нам службу уже приносят прекрасные подделки. Этими подделками, игрушками будет украшена наша заводская «Елка». С 1 декабря на лыжной базе у нас открывается прокат спортивного инвентаря. К услугам заводчан горки, «Елка праздничная». В новогодние каникулы мы запланировали проведение детских утренников для детей сотрудников завода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова